Сейчас у нас психологическая часть школы пациентов. Выступит Чулкова Валентина Алексеевна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института онкологии Петрова. Расскажет вам, влияет ли отношение к лечению онкологического пациента на его лечение. Да нет, это очень сложно. Добрый день. Пока устанавливается вышка. А, микрофон. Так. Этот, этот. Ну, тогда повторюсь. Добрый день. Пока устанавливает мою флешку, я хочу сказать о том, что сейчас послушали два интересных сообщения, два интересных доклада. И я вот тоже сидела, слушала и поняла, что, в общем-то, лечение под контролем со стороны врачей и со стороны правоохранительных, так, со стороны юристов, так вот скажем, не правоохранительных, нет, со стороны юристов, всё под контролем. Но остаётся такой вопрос. Под контролем ли является и вообще как, а сам-то человек, он участвует в этом лечении или нет? И вот сегодняшнее моё сообщение как раз будет посвящено этому вопросу. Насколько сам человек влияет на то, как он лечится? Вот одну секундочку. Как он такого? Так. Итак, влияет ли отношение онкологического пациента на лечение, к лечению, на его лечение? Так, я должна здесь. Ну, в первую очередь, хочется обратить ваше внимание на то, что есть человек. Мы все знаем, что человек – это многогранен. И он поворачивается в различных ситуациях различными сторонами. Ну, если каждый из нас заглянет внутрь себя, то он поймёт, что действительно он как бы там не один внутри себя. Нас много. Как говорят психологи, очень много субличностей. У нас много разных частей. И этим мы уникальны. И каждый человек тоже уникален, потому что он не похож на другого. И посмотрите вот на картинке, как мы как иллюстрацию сделали такой, ну, многогранник, который светится и проявляется очень ярко. И вместе с тем очень важно понять, что связь человека с внутренним и с внешним миром проявляется в его отношениях. Не может быть человека, у него не может быть ничего такого, в чём бы он, к чему-либо он никак не относился. Плохо ли он относится, хорошо ли он относится, нейтрально ли он относится, но он всегда к чему-то как-то относится. И можно сказать, что структура личности человека состоит из отношений. Собственно говоря, можно сказать, что сам человек есть отношения, он пронизан этими отношениями. И некоторые отношения являются значимыми более, чем другие. Они как бы захватывают человека. И они становятся более доминантными, чем другие. Другие где-то бывают в тот или иной момент времени отставленными. И надо сказать, что формирование отношений отражает процесс адаптации человека к действительности. Ну и вот на слайде, я не знаю, насколько хорошо видно вам, но на слайде изображено справа. Это я в центре и в виде кружочков различного рода отношения. И мы видим, что одно из отношений, справа и вверху, оно как бы соединено более сильной, так сказать, линией. То есть это как бы доминантное отношение у человека. И надо сказать, что любое отношение, какое бы к себе или к другим людям, какое бы отношение мы ни взяли, оно всегда будет проявляться в трёх видах. Во-первых, всегда информация. Что мы знаем о том, к чему мы относимся. Эмоции. Какие чувства это у нас вызывает. И поведение. В соответствии с этим, какое наше поведение. Иначе говоря, да, ещё кроме этого существует содержательная, смысловая сторона отношения. Она как бы отвечает на вопрос, что это значит для меня. Если мы обратимся к самим себе, выделим какую-то свою часть, что это значит для нас? Как мы к этому относимся? Если мы выделим что-то вне нас, то же самое. Что это значит для нас? Как это относится? И каждое новое отношение, каждое новое наше соприкосновение с чем-то рождает новые отношения. И вот в частности, если в ситуации заболевания, болезнь – это новые отношения человека. Даже каждый вообще-то имеет опыт боления. У каждого есть опыт болезни. Но вот болезнь, такая как онкологическое заболевание, отношение к диагнозу, отношение к заболеванию – это новый вид отношений. И этот вид отношений, он пронизывает все другие виды отношений. все другие отношения. Посмотрите слева на слайде. Я в центре, и там очень много разных отношений, начиная от отношения к стране и к миру, кончая отношения, может быть, к семье или к самому себе. И все эти отношения, они как бы рассматриваются под призмой отношения к болезни. Справа, может быть, не очень чётко видно, рисунок одного пациента. 23-летнего молодого человека, который как раз в кружишках писал разные такие свои субличности. Я внук, я сын, я студент. И кроме того, одно – я больной. И вот это отношение к себе как к больному, это определяет все другие отношения его. И надо сказать, что отношение к болезни определяется тем, как сам больной. Он воспринимает свою болезнь, как он её понимает, как оценивает, и как он всё это воспринимает, понимает и оценивает свою болезнь, как событие в своей жизни. Вот если мы говорим об онкологическом заболевании, то это очень важно, это событие в своей жизни. Для некоторых больных, они говорят так, что жизнь, болезнь перевернула всю мою жизнь. А некоторые стараются не замечать такого сильнейшего влияния на болезнь, болезнь на свою жизнь. Один молодой человек, 21-летний, сказал так, я отнёс свою болезнь как к насморку. Вот он так её воспринимает. Ну, соответственно, он так и лечится. Для другой случая рассказывал один врач-коллега, онколог. Пять лет мужчина вылечен от онкологического заболевания, но родственники жалуются. Он в течение пяти лет лежит в постели и не встаёт. Родственники приходят к онкологу и говорят о том, что делать с ним. А он говорит, я не знаю, со стороны онкологии он здоров. Чувствуете разницу? Либо очень сильное усугубление представления о болезни, либо отношение к болезни очень лёгкое, как к насморку. Вот слайд немножко повторяется. Посмотрите, пожалуйста, вверху то же самое отношение, но внизу вот это вот новое отношение к болезни. Какие задачи, какие вот компоненты отношения к болезни здесь могут быть рассматриваны? Информация о заболевании. Что человек знает о заболевании? Что он хочет узнать о заболевании? Как он получает эту информацию? Дальше. Эмоциональной реакции на информацию о болезни и о лечении. Какие мысли, какие чувства вызывает это заболевание и лечение у меня. И, соответственно, уже и поведенческий компонент. Он направлен на то, насколько человек хочет выздороветь, хочет поправиться и насколько он стремится к психическому равновесию, что тоже очень важно. Отношение к болезни само по себе всегда очень тесно связано с другим видом отношений, с отношением к лечению. Они перекликаются, они очень тесно связаны. И надо сказать, что проблемы выполнения пациентом предписаний и рекомендаций врача известны очень давно. Наверное, с самого первого момента, когда возник самый первый больной, и когда возник врач, который станет его лечить, возникли проблемы лечения, проблемы соблюдения предписаний и рекомендаций врача. Вот, в частности, известно такое изречение Гиппократа. Обратите внимание, это V-IV век до нашей эры. Что писал Гиппократ? Врач должен знать, что пациенты часто лгут, что они принимают лекарства. То есть пациенты могут обманывать. Им кажется, что они принимают или говорят, что принимают. На самом деле они не принимают лекарства. Они не соблюдают рекомендации врача. Об этом говорилось ещё сколько лет тому назад, представьте, как давно. Что же сейчас происходит? И сейчас тоже существует, к сожалению, эта проблема. И в настоящее время вот очень важными такими вещами, которыми занимаются чаще всего врачи, которые исследуют это, явление называется compliance. Compliance – это в переводе с английского языка обозначает согласие, выполнение. И речь идёт о том, что это добровольное следование пациента рекомендациям врача и готовность в целом следовать предписанному ему режиму лечения. Это compliance. То есть это исследуется. Сколько пациент готов следовать предписаниям врача? И существует наряду с compliance, существует такое определение, как non-compliance. То есть в каких ситуациях больной не следует предписаниям врача, не выполняет его рекомендации, не следует тому, что требует врач. И, наконец, наряду с compliance существует ещё одно понятие, которое называется приверженность к лечению. Часто эти compliance и приверженность к лечению рассматриваются как синонимы, хотя тут есть некоторые различия. Приверженность к лечению в переводе на русский язык обозначает именно поддержание лечения. Это тоже степень соответствия поведения пациента и отношение в отношении приёма лекарств, соблюдение диеты и других изменений образа жизни, полученных от врача рекомендациям. Вот это в настоящее время очень актуально в медицине, особенно в тех областях медицины, где больные подвергаются длительному лечению. В нашем институте, в нашем национальном медицинском исследовательском центре проводили исследование, которое было связано с тем, чтобы пытались определить факторы, которые влияют на отношение пациентов к лечению. Таких факторов было выделено три. Вот то, что формирует отношение пациентов к лечению. Первый фактор – это осведомлённость и потребность больного в информации о заболевании и лечении. Второе – эмоциональные реакции на заболевание и на необходимость лечения. И, наконец, третье – отношение с лечащим врачом, в том числе доверие врачу. Вот три фактора, которые влияют в целом на отношение к лечению. Были выделены три группы. Посмотрите, три группы, в которых определялась значимость отношения больного к лечению. То есть, насколько доминирующим является это отношение к лечению в его жизни. Первая группа – это очень высокая значимость отношения к лечению. Вторая группа – средняя значимость. И третья группа – это низкая значимость. Вот теперь вопрос к вам. А как по-вашему? Какое на самом деле наиболее адекватное должно быть лечение? В какой группе? Как вы считаете? Как? Так, есть кто считает, что первая группа? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Кто считает, что средняя группа? Поднимите руки. Чуть больше. А кто считает, что третья группа? Один человек. Нет, это вы случайно не поняли. Значит, первая или вторая? Ну, давайте посмотрим, что же получилось в результате. Так, в результате получилось. Первая группа. Значит, что характерно для первой группы? Высокая значимость отношения к лечению. Что характерно? Так, скажите, может быть, я в очках лучше буду читать. И в очках не вижу, и без очков не вижу. Значит, так. Чем характеризовались эти пациенты? Это пациенты первой группы. Они проявляли активность в поисках информации о современных методах лечения. Задавали множество разных вопросов о своем состоянии и получаемом лечении. Высоко оценивали необходимость поддержки лечащим врачом. И эмоционально реагировали на все нюансы собственного лечения. От страха и беспокойства до бурной радости и благодарности. Вот что было характерно для первой группы с высокой значимостью лечения. И надо сказать, что это было не очень адекватно. Да, вот я хочу как раз именно об этой группе рассказать немножко побольше. Что такое высокая значимость отношения к лечению? Это получается, что эти люди, у них вся жизнь была подчинена лечению. Вот мы проводили с этой группой больных еще и психологические исследования, тестовые исследования. И было видно, что вся жизнь – это только лечение. Лечение – это сверхценность приобретая для пациентов. И у человека даже в ситуации онкологического заболевания, даже в ситуации очень тяжелого лечения, но всегда есть еще и другие потребности. А вот сверхценная идея, она может стать щитом. Человек защищается с помощью того, что любой ценой я должен поправиться, я должен все свои силы починить для того, чтобы поправиться. И получается, что он защищает себя от переживаний. Он не может переживать то, что с ним происходит. Далее. Он защищается от жизни здесь и сейчас. Он защищает себя от доверительных отношений с другими людьми. И он не может полноценно жить. Он подчиняется страху. Вот люди, которые так для них лечение является сверхценным, они подчиняются страху. И лечение, как сверхценность, может указывать на неприятие пациентом, происходящего с ним в его жизни. И на застревании, на стадии сговора с судьбой. Вторая группа пациентов со средней значимостью отношения к лечению. Информация о заболевании предпочитает получать, прежде всего, от лечащего врача. Стремятся к сотрудничеству с врачом. Выражение эмоциональной реакции определяется актуальной ситуацией. И вот эти пациенты проявляют интерес к информации о диагнозе и методах лечения по необходимости, скорее по требованию ситуации, чем по личной инициативе. И, наконец, третья группа пациентов. Они к поиску дополнительной информации о заболевании и его лечении относятся равнодушно, о своих переживаниях не говорят, они их не раскрывают, не проявляют инициативы в общении с врачом и пассивно следуют его назначениям. Таким образом, получается так, что отношение, вот мне это кажется очень важный момент, отношение пациента к лечению – это не только его реагирование на длительное специфическое лечение, но это принятие больным ответственности за свой вклад в лечение и свою жизнь в целом. Вот если мы вернёмся к докладам, о которых сегодня уже говорили, то получается, что всё здорово, замечательно, пациенту стоит только лечиться, следовать указаниям врача и так далее. На самом деле пациенту нужно проявлять активность в лечении. И вот, как мы уже сказали, в чём состоит эта активность. И очень важно понять, что отношение к лечению – это деятельность пациента, иначе говоря, это работа, относясь каким-то образом к лечению, пациент работает для того, чтобы оправиться, для того, чтобы выздороветь. Это активная позиция может быть. Но мы знаем, что у людей может быть и пассивная позиция, но эта пассивная позиция не очень актуальна, не очень адекватна, и она реже приводит к позитивным результатам. Вот хочется прочитать записки из дневника «Больной». Больная С. Ей 47 лет было, когда она болела, и прошло с тех пор, я сейчас скажу, сколько лет. 16 лет. Это преподатель университета. С тех пор она защитила докторскую диссертацию. Она преподает, она читает курсы даже в других странах. В общем, у нее есть дочь, которая вышла замуж, которая имеет ребенка, она занимается внуком. То есть жизнь такая, какая она есть. И вот что она пишет? Это был тот момент, когда подозревали у нее рецидив. Значит, она пишет, в этот раз, то есть в отличие от первого раза, когда у нее был диагностирован рак молочной железы, в этот раз я почему-то сразу поняла, прежде чем мною займутся врачи, я должна попробовать что-то сделать для себя сама. Хоть небольшую часть надвигающихся непонятных перемен взять под свой контроль. Это я выделила, подчеркнула. И если не саму болезнь, саму болезнь невозможно контролировать больному, верно? Ее контролирует, может быть, врач. Но свое отношение к ней, такое решение, пишет она, не было озарением. Это был первый вполне зрелый плод упорной работы над собой, над своим горем, своими переживаниями, работу, которую я в течение более двух лет вела совместно с профессиональным психологом. То есть это не просто так. Это действительно была работа. И эта работа привела к таким результатам. В одной из книжек, вот внизу указаны авторы, приводится исследование людей, живущих активной жизнью, в анализе этих людей онкологическое заболевание. И авторы говорят в своем исследовании, какие это могут быть, какие качества людей влияют, оказывается, на то, что они потом долго живут и счастливо живут, можно быть, даже. Значит, эти люди могут выдержать неопределенность и на изменения в жизни и разные другие изменения смотрят не столько, как на угрозу, сколько, как на вызов. Они не цепляются за привычное и открыты к построению новых отношений с миром. Им свойственен самоконтроль, осуществляемый ими через самостоятельное решение. Поэтому они не чувствуют себя беспомощными перед жизнью. Они обнаруживают интерес к жизни, чувствуют себя включенными в осмысленные связи. Они следят за своим здоровьем, обращают внимание на свой внешний вид и самочувствие. У них имеются надежные социальные связи. И вот это все связано было с тем, что они активно относились к лечению в том виде активности, о котором я вам сейчас говорила. И вот в завершении хочу представить этот рисунок. Посмотрите, выделены, выделены, так сказать, прямоугольники. Вот две руки. Вам известно. Это из свода Сикстинской капелли Ватикана. Это называется сотворение Адама. Бог протягивает руку и Адам рождается к жизни. Вот смысл в чем этой картины. И часто, когда пытаются объяснить, это картина Микеланджело Буонаротти, когда пытаются объяснить смысл, говорят, что своим прикосновением к Адаму вселяется жизнь, душа, энергия, воля. Вот сейчас я хочу вам пожелать того же самого. Пожелать, чтобы вы своим прикосновением к лечению и своей активной позиции у вас появилась жизнь, энергия, воля к жизни. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо огромное, Валентина Алексеевна. Очень интересная презентация. А сейчас переходим к ответам на вопросы. Наверное, первое... Да? Давайте тогда к Валентина Алексеевна вопросы. У кого есть? практически основоположник отечественной онкопсихологии. Я думаю, что сегодня... Не психологии, онкопсихологии. Я говорю, отечественная онкопсихология. Извините. Извините. Пожалуйста. Человек, который начинал эту работу, наверное, с самого нуля и, конечно, наверное, достиг наивысших результатов. Но если не с самого, а с самого начала. Я вижу много изменений, которые происходят в медицине и в отношении больных. И это такие позитивные изменения, конечно. Спасибо. Вопросы тогда, наверное, Татьяне Юрьевне. Валентина Александровна, спасибо еще раз огромное. Очень интересная презентация. Каждый раз, сколько не слушаюсь, каждый раз открываю новые, 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 новые. Продолжение следует...